Итак, доброго времени суток. Значит, мы закончили на победе над пауком, после которой я получил эпическую шмотку, делающую меня совсем похожим на злого волшебника, потому что ну камон. И я воспользовался моментом, чтобы все наше оружие у всех персонажей окунуть в яд. Так что теперь оно наносит дополнительный токсичный урон. Токсичный урон, это важно. Так, значит, сейчас мы теперь пройдемся и залутаем тут все, что найдем. Вот так. Залутаем тут все, что найдем. Ну, кстати, вот вопрос еще. Сколько у меня на данный момент очков вдохновения? Я никак не могу найти счетчик. А потом я нашел счетчик. Вот он. Три. Три очка вдохновения, 700 золотых, 400 единиц припасов. 400 единиц припасов этого хватит на 10 дней отдыха. 10 дней отдыха. И, кстати, об отдыхе не помешало бы немножечко восстановиться после такого боя. Так, карлах. Сейчас еще раз мы попробуем утилизировать этот пайку с зельями лечения. Когда мы берем и разбиваем, разбиваем бутыль. Так, кладем бутыль на землю. Следующий ход. Нет оружия ближнего боя. Пинаем бутыль. Во, отлично. Карлах, конечно, 3 хп еще не хватает, но это уже хорошо. Так, и где бес? Где не расставил этого беса? Ага. Вот где какие-то скелеты. Я не знаю, проходит ли эта токсичность со временем. Давайте вниз. Никому в токсины не вступать, пожалуйста. А, тут вообще все токсичное. Паутинная железа. Заморозить этот токсин можно? Нет. Сжечь. Тоже нет. Shadowheart, кстати говоря, сожгла почти все заклинания. Всего два заряда осталось. Два заряда первого круга. Так что можно выключать заклинания второго круга и включить дополнительные первого. Приказ я пока не испытывал, но в принципе эта тема хорошая. Создание воды, уничтожение воды. Не знаю, сработает ли оно на яд. Защита от звали добра. У нас у всех есть свитки. Убежище. Вот тоже интересно. Вы или ваш союзник не можете стать целью, пока не атакуете или не навредите любому существу. При этом вы продолжаете получать урон от заклинаний по площади. Ну, это мне немножко непонятно, но как сейв кого-то на лоу хп, надо будет попробовать. Так. Давайте Карлах. У нее, насколько я помню, пусть она бегает, лутает. Я сказал Карлах. Потому что у нее есть эта фишка с устойчивостью. Что лук длинный. Она умеет? По-моему, она умеет обращаться с длинным луком. Так. Арбалет. Плюс 3, 2,9. А лук? А лука тоже урон 2,9. Так. А в чем тогда пайкоу? А в чем тогда пайкоу? 60 футов легкий арбалет двуручный. В дополнительных навыках каких-то? Тут вот на один навык больше. И это все. Вся разница. А что за навык? Нет. Вот. Подготовка. Истратить 20 футов от своей скорости перемещения. Так. До конца своего хода вы имеете право на второй бросок урона дистанционным оружием. И зачет лучшего результата. До короткого отдыха. То есть это типа выстрел с разбега с преимуществом. Один раз за короткий отдых. За короткий отдых. Ну, это удобно. Но пока, пока пусть будет арбалет. Так. Это амулет на подсветку. Ну, ее в принципе не нужен. А кому его отдать? Наверное, Shadowheart и отдам. Раз у нее концентрации ни на чем нет. И, кстати, раз мы уже разобрались со змеем. Я же надеюсь, разобрались. То на нее можно нацепить еще вот эту броньку. Пусть помучается от того, что она носит бронь... Нешатовскую, а Силуновскую. Это ведь броня за Силуна или нет? Та-да-да. Хе-хе. Так, что тут у нас есть еще? Груда костей. Кинжал. Скелет. Боевой пособ, кольцо. Хорошо. Так, ну и вот то, ради чего все затевалось, собственно. Темный аметист. Так, а там что? Паутина? Нет, стоп. Не так. Вот так. Что у нас тут? Разлом. Это типа как тип поверхности? Поверхность. Мгновенная смерть. Ясно. Ясно. Лута, наверное, за нее не дают. Я думаю, далеко, если мгновенная смерть. Так, ага. Паучок. 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 А тут у нас что? А, тут у нас подъем. Вот. Все-таки насколько эта локация дает преимущество паукам? То есть тут куча возвышенностей, на которые они могут запрыгивать. Здесь куча паутины, которая нас замораживает. Ну, не замораживает, но останавливает. Конечно, мы можем эту паутину сжигать, но все равно, все равно. У них адская просто мобильность. А? Че? А? Рунный круг. Надо же. В таком глухом месте телепорт есть. Зато теперь можно не мучиться. Это что еще лежит дырочный топор? А точно, о коровах же его метнуло. Еще какая-то груды костений. Учок. Это ж мы теперь можем. Да, шевудивая без шепчущая бездна. Шепчущая бездна. Название-то какое? Шепчущая бездна. Так, мы тут все смотрели. Вроде бы все. Так, стоп, а это что? Тут еще какое-то место неосмотренное. Значит, это вход через колодец. Так что сейчас можно сократить расстояние. Мы прыгнем в деревню. А потом пойдем через колодец. Я не знаю, что я хайплю. Так. И здесь где-то должен быть поворот направо. Паучий что? А, паучий кокон. Паучий кокон, паучий кокон. С чея я помню? Кто-то я его не забрал. Паучий кокон. Ага. Тут вот какая-то ниша. И не просто ниша. Тут какая-то нычка. Тут какая-то нычка. Блин, сколько все-таки красивых кадров. Конечно, картинка немножко размывается. Но с другой стороны, на моем обычном компе, я бы в эту игру вообще не смог бы поиграть. Вода. Надо отдать воду кому-то, кто будет ею кидаться. Вот, наверное, Shadowheart. Факелы. Один тебе. Один тебе. Факелы должны быть у всех. Так, ловушек тут вроде не видно. Секач. Окровавленный дневник. Окровавленный дневник. Так, саперный набор. Это полезно. Еще вода. Привет. Привет. Каково оно быть дьяволом? Давай поговорим попозже. Сейчас надо немножко здесь все осмотреть. Вообще, удобное место, чтобы просто типа передохнуть и сесть поболтать. Книги. Так, трактат о монетах души. Вот, по-моему, только вот эту я не читал. Надо будет потом прочитать книги. Так, лежанка. Свечки. Сундук. Ну, сапоги по очереди поступи. Ваша скорость перемещения не влияет паутина. Ну, давайте, наверное, экипируем. Так. Покрытый паутиной дневник. Окровавленный дневник. А, вот, окровавленный дневник. Так, ну, давайте тогда место здесь подходящее, чтобы поговорить. Сейчас еще осмотрим, что здесь. Ритуальная диаграмма. Сундук. Обгорелый дневник. Кастрюля, бутылки. Жаль, что нельзя делать бутылки с водой. Как это было в Дивините. Вот там можно было крафтить бутылки. Ну, не бутылки, а контейнеры, в общем. С маслом, фляги с ядом. Ну, что, давайте побеседуем. Сейчас самое подходящее и не подходящее время. Я ему внешность, если что, изменил с помощью маски смены лиц, потому что рога у него просто омерзительные. Розительные. Это было сказано, что кто-то, который бутыл в воде, появляется как один, который родился в тебе. Это многое такое, я думаю. Я чувствую веса этих... ...хорнений на голове, ...кручиваясь, как мемови. Я чувствую, что эти бутылки... ...снеки на голову. О, Вилл, твои роги умерли. Так много персонажей. Ха-ха-ха. Характер, ты говоришь? Ну, кто не мог бы использовать немного больше этого? Но я должен взять твои слова. Я избавляю мою рефлексию. Друзья, будь мою мигратор. Что ты видишь? Нет. Ну, давай вот так. Хм, это потому что ты знаешь, что сердце счастливее под хорнами. Люди увидят curiosность. Может быть даже хорошее, что встанет за их души. Но я буду сломать их монстров. Смейте их в безопасности. И один день они увидят... ...другой Блэйда Фронтир. Нам надо как-то избавиться от этого договора, чувак. Потому что договор этот с Мизорой, он тебя доведет до Цугундера. Это возможность, которая оставила меня в течение нескольких ночей. Но я не имею в виду, чтобы начать. Вдруг, чем играть на ее игры и играть на правила. Это единственное язык, которого девилы слушают. Хм... Может, просто нападем на нее? Нет, это дурацкая идея. Что она может сделать такого, что хуже, чем сейчас? Ну, например, душу твою заточить в монетке. Или проклясть, там, я не знаю, слизня на нижних планах ада превратить. Это тоже популярный прикол. Так что тут только третий вариант. Надо искать лазейки в контракте. Как, собственно, и сама Мизора делает. Ведь она призвала его атаковать к орвах, потому что... У той нету сердца. Она имеет благословую вещь. Что я знаю о ней, это просто то, что укладывается на мою память. А мой контракт очень очевиден. Я могу дать Мизора без проблем. Она должна оставить меня из моего пакета. Ага. Единственная способность, если я могу ее оборудовать. Мы стоим здесь, без ничего, но волосы на наших боках и волосы в наших головах. Это верно. Объединить червяков. Так. Что она дальше с нами сделает? И давай ей даже намека, что что-то может быть. Ну, мне кажется, да, единственный... Нет, два способа. Это найти какую-то лазейку в контракте. Или... Или, или, или попытаться как-то... Да, что-то с ней, с нее сторговать. Убедить ее, что ей этот контракт не выгоден. Например. Так. Окровавленный дневник. Изначально это было посвящение ЛОС. Текст размазан. Воспоминания о жизни на поверхности вызывают во мне нечто большее, чем сожаление. Я оплакиваю годы бессмысленного барахтания в мутных водах суетного мира, в то время как королева ждала меня во тьме. Ага. Ну, ясно. Так. Высшая эльфийка, ставшая избранницей ЛОС. Фу. Это непостижимо даже для моих похитителей дров. В день их насыла я предвижу закат и упадок их рода. Так. Безымянный отпрыск незнатного рода. Та-та-та-та. Я убегу. Всей душой служить великой ЛОС. Ну, ты дура. Служить сумасшедшему гигантскому пауку. Это плохая идея. Так. И когда этот день настанет... Безымянный отпрыск незнатного рода перережет глотку матья и владычицы. Это типа есть пророчество о падении дроу? Или это уже произошло? Потому что есть ведь светлые, ну не светлые, есть ведь не злые дроу. Не говорю добрые, но не злые. Покрытый паутиной дневник. Листы склеились от паутины. Паутина отрывается страниц с текстом. С большим трудом удается разобрать последнюю запись. Часть настал! Я преодолею нечестивую плоть и перевоплощусь в облике королевы. Стоп, минутку. А там ведь королевы, то ведь меня не будет связывать низменная форма. Мензобиранские анарахноманты будут бессильно рыдать от своих ног. Погодите, она что? Это типа вот эта гигантская паучиха? Она превратила себя в паука? Бывшая светлая эльфийка? Ну или высшая эльфийка? Так, дневник наполнен набросками пауков, руны, заклинания, записи зашифрованы. Последняя фраза на всеобщем. Она чувствует мою преданность. Та-та-та-та. Пара сап... Я нашла дар. Пара сапог, снятых с тела еретика. Лос посылает вознаграждение за веру. Ага, как же. Извините, если вы ищите глубинный смысл, то вы его всегда найдете. Так. Труп дроу с ритуальными шрамами. Арахномант. Может принимать форму паука. Ага, то есть она как-то использовала, как-то видоизменила заклинания превращения, которое они использовали. Это, кстати, вот те вот этеркапы, которых мы встретили, это тоже, ну, которые человекоподобные такие, паутиной плевались. Это тоже существа из... В общем, связанные с ВОЗ. Я уже точно не помню как. Так. Ритуал. Внизу нарисованы пересекающиеся окружностями фигуры паук и эльф. Ну, ясно, да, это та самая паучиха. Ну, босс из нее получился крутой, да. Так что, я думаю, она преуспела в своем деле. О, свитки. Тьма, паутина, туманный шаг и ледяной нож. Все, что я уже знаю, кроме тьмы. Тьму я не знаю. Да. Вот, кстати, теперь с тьмой можно, наконец-то, будет проверить Уилла. У Уилла есть зрение во тьме. И если тьма в сочетании со зрением во тьме, то есть он сможет бить, а по нему попадать не смогут. Так, Карлах, че ты, че ты, че ты нервничаешь? Давай тоже поговорим. Здоров. Так, Мизора сказала, чтобы ты соответствовала требованиям. А вот это, кстати, да. Не хочешь говорить. Так. Вы с Мизорой, похоже, знакомы, кстати, да. Вы большая часть Зариала в циркле. Ее, по выбору. Я, по силе. В большей схеме вещей, я нескольким к Зареалу. Конечно, я у меня в машине, но я даже не был ее сильнейший. Она мне поддерживала, как ребенка, как коптивный пет. Мизора уважала внимание, я думаю. Я уверена, что когда Зареал дала ей обязанность, чтобы меня спрятать, Мизора была удовольствована. Угу. Так. Не смешивая. С бороться, с убийцей, с убеждением. Ха, это было сделано хорошего сценария, но я не хотела быть одним из игроков. Тут уж не поспоешь. Я не знаю. Вы думаете, что она будет более важных вещей, чтобы сделать? Зареалов и их гордость. Угу. Хм, смешно, ты должен спросить. Я просто думала, что бы у нас было бы, без этого нотиллойда. Я имею в виду, где я бы был. Возвращаясь в Авернестиле, с крючком фронтирами на моем голове. Но что с тобой? Я был простым, честным алхимиком. Жил в своем доме. Так. Я вижу себя в очередном приключении. Я не помню, какая была моя жизнь. Нет. Я жертва обстоятельств. Я мечтал стать великим волшебником. Но жил на копеечной зарплате алхимиком. Мне кажется, такая предыстория у моего персонажа. А тут, как бы, подвернулся случай. И выбора-то у тебя другого нет. Вот я и отправился приключаться. Да не вопрос. Так, хорошо, хорошо. Будем перемежать диалоги с лутанием. А то просто открытие лутбоксов бесконечное. Так, обгаривает дневник. Так, значит, потрепанный... А, потрепанный дневник я не читал, по-моему. Так, вот, окровавленный был. Потрепанный. Да, паутина сапоги, да, был. Значит, остался только обгорелый. Обгорелый дневник. Че он не наводится-то? Эээ. Ну, наведись. Ну ладно, давайте обходными путями. Так, оставшиеся страницы. Та-та-та-та. Заклинания недостаточно. А? Вдохновение? А ну-ка. Так, где я тут? Где я? Прочитать сокрытые дневники Арахноманта. И теперь... Да, теперь у нас полный пул вдохновения. Это замечательно. Главное, случайно нового вдохновения не заработать. А то меня жаба задушит, что я переброски кубов лишнее потерял. Так, хорошо. Значит, здесь мы закончили с пауками. Мы получили прикольную броню. Ну, она... Да, вот. Прикольная броня. Плюс один четыре урона ядом. Заклинанием, наносящим урон ядом. У меня, к сожалению, не так много заклинаний, наносящих урон ядом. А именно только... А нет, стоп. Вуч болезни наносит урон ядом. Два шестнадцать урона. Два хода. Испытание выносливости, но бросок атаки. Мало того, что бросок атаки... А нет, стоп. Два шестнадцать урона и два д8 ядом. То есть это, получается, дополнительный урон, если цель не пройдет испытание выносливости. Не люблю это слово испытание. Все-таки спас бросок более канонично. Так, 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 так. И второе заклинание это хроматический шар. Хроматический шар может создать ядовитую поверхность. И так. А тьма... Да, второй круг, десять ходов. Дальность радиус семнадцать футов. Странное какое-то число. Семнадцать. Обычно как бы все по пяти футов имеют. Там пятнадцать, может быть, или двадцать. Концентрация. Дальность шестьдесят футов. Существа слепнут. Не могут использовать дистанционные атаки из облака и внутрь него. Ага. А если насквозь? Вот надо будет проверить. Можно и прострелить. Так, что я могу выучить? А, ночное зрение я могу выучить за пятьдесят монет. Ложная жизнь мне не так уж нужна. Обнаружение мыслей я обеспечиваю зельями. Ослабляющий луч. Ну, хорошо. Все, если бы только это не был второй круг. Пролич гуманоида прикольный. Цветные брызги. Первый круг. Пятьдесят монет. Один ход. У меня не так много заклинаний в принципе могу запомнить. Так что, ночное зрение. Способность видеть в темноте в радиусе до сорока футов. Зачем ночное зрение, если есть факел? Ну, не знаю. В общем, пусть будет свиток, а там видно будет. И надо будет посмотреть, как это в связке с луэвом работает. И теперь нам надо решать, куда двигаться дальше. Ну, и в приоритете, конечно же, решение гоблинского вопроса. Окончательное решение гоблинского вопроса. Так, я восстанавливаю обычное заклинание первого круга. Потому что второго круга у меня одна ячейка есть. Шагухард все свои ячейки сдала. Но, как бы, это было обязательно. Потому что иначе мы бы померли. Так, вымершая деревня. Так, во-первых, переключиться назад на нормальное оружие. Во-вторых, навесить на себя маскировку. Так, у меня тут пылающий луч, но он мне не особо нужен. Потому что... Так, превратиться в дровский шкаф. Где тут дровский шкаф? Вот. А, в принципе, можно и... Можно и вот так. Ля, какая. Ля, какая. Еще и в сапогах этих. В темных. В общем, короче, явно видно, что злая колдунья. Да. Мне эта форма нравится. Так. Что здесь у нас не исследовано? Вторая дверь оказалась спуском в подземелье. А тут огры. Угры, а тут... Пропавшие дети. Я так полагаю, это... Так, у меня чтение мыслей. Работает, да? Да, работает. Куча книг. Куча книг наводится? Нет? Нет, не наводится. Так, ага, мельница. Мельницу я осмотрел. Внутренности мельницы тоже. Значит, нам надо, наверное, продвигаться. Чашка, тарелка. Все стоит по единице. Так что нет смысла подбирать. Да, я знаю, что обычно надо подбирать все, но единица... Не говоря уже о том, что... Ага, здесь вот был храм Псилуны. То есть не храм Псилуны, а Алтай. Да, вот нам надо вот туда вот. Вот в то вот место, где творится что-то. И как мы туда попадем? Либо через эту сторону, либо через эту сторону. Ну, мне вот интересно все-таки вопрос Скорвахнуто закрыть. Так, или через вот эту сторону. Так вот, с виду вроде там есть какой-то проход. Вот там вот еще какие-то руины. Так что давайте сначала туда. Надо, наверное, квазита отменить. Но у него... У него нет кнопки отмены. Так что будем ждать, когда он по моему тросту. А нового фамильяра я могу призвать, кстати? Так. Так, призыв фамильяра Квазит. Просто призыв фамильяра, где вот. Фамильяр Ворон. Могу! Ага, ячеек заклинаний на это не ушло. И теперь, если я возьму... Эквазита я могу призвать. Вау, это типа два фамильяра по цене одного. Отлично. Если кто не знал, фамильяры не погибают, когда получают урон. Они просто лишаются тела. Но поскольку их тело изначально как бы дано им по именно... Так, вот огры вот эти. Сколько у них? 54 уровень. 50 хп, 4 уровень. Стоп, что? 6. Что значит шест? Что значит шест? Так, и тут? Ага, тут лестница есть. Лестница наверх. А ну-ка, птица. Птица, смотри, что здесь у нас есть. Мертвый тифлинг. Куча огров. И... Портреты Франа. Портреты Франа Бен Мизеда. Надо же. Здравствуй, Фран. Там давно не виделись. Одинокий Волк. Так, сказание Файруна. Друг дурак. Нет, я должен это прочитать. Вот. Не знаю. Мне кажется, нам надо разделиться. Если все пойдет плохо, то... То тогда... Так, Вуилл, ты пойдешь наверх. Камень. Так, камень. Зачем там камень? Ну и надо сказание прочитать. Давным-давно Мензобиразнзаня. Волшебник Дроудзет изучал магию. Так. Каждый день. Та-та-та-та. Ага. Учит только самых сильных учеников. Улучшай успеваемость, а то тебя исключим. Ага. Он исчез из города и устремился на поиск тайного города элитидов. Библиотека этого города могла похвастаться полным собранием знаний. Ага. Ага. И тогда Архимаг вернет меня в Академию. Так. 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 Очнуться в огромном куполе. Я буду знать все на свете. Он почти не ощутил личинки, которая свернулась над его левым глазом. Да. Провезнес голос в голове. Все на свете. Печальная сказка. Как бы, если этого дрова назвали дураком, то, ну... Записка. Детский рисунок. Это, наверное, про пропавших детей что-то. Дорогая Флора. Так. Удалось закончить картину. На ней я встаю на одно колено. Так. Ученики что-то пойти. Хлебом всегда другой знак. Аманда. Так. Детский рисунок. Что еще за детский рисунок? Посмотреть. Да, печально. Печально. Так, ладно. Ты тут на подстраховке. И Shadowheart тоже тут на подстраховке. А я и Карвард, потому что она ближний год. А у меня есть дровская магия. Пойдем говорить. Сломанная опорная балка. Просто сломанная опорная балка. Ничего не сказано. Так, вы не хотите говорить. Попискневший медальон. L3L. Сила в единстве. Веревка. Серб. Воровские инструменты. Дуля просветленный. Сбалансированная диета. Огрозожник. Так. Так. Лишь двум богам я поклоняюсь. Как он там сказал? Так. Где-то тут. Вот. Лишь двум владыкам поклоняюсь я чревоугодию и алчности. Воистину просветленный. Так. Куча книг. Ты стоишь на куче книг, чувак. Старый классный журнал. То есть это школа была типа. Прочесть. Чем дальше, тем меньше имен. Необходимо получить расследование исчезновения детей. Ага. Так, так, так. По-моему, я это читал. Что жили-были две дуры и решили сразиться с элитидом, а элитидом навалял. Кто-то умерли. Я могу объяснить, что случилось здесь. Салями. Оружие ближнего боя. Обязательно-то не поднять. Так. Безумие и падение. Театральная программка. А, пропадение на Этила. О великом магии Карсусе и его возвышении до божества. Ну да, потому что есть заклинание 12-го круга аватара Карсуса. Собственно, это причина, по которой теперь магия выше 9-го круга стала недоступна. Падение королевства Нейтил. Тысяча лет в мраке под влиянием шар. Это не совсем верно. Не все паящие города упали в изменение шар. Так. О возрождении на Этила. Так. Пьеса безумия и падение. Так. Историю о паящем Нейтильском. Ну да. О летающем городе и о том, как он вернулся после того, как тысячу лет проторчал в теневом изменении. Так. Труп по острые языки едет во врата Балдера. Не пропустите. Дневник? Где-то был дневник. Сказание Фаеруна. Надо забрать. Деревянный стол. Так. Ну это все, конечно, очень занимательно. Но нам надо продолжать двигаться. Сказание Фаеруна. Мальчик и Бехолдер. Это где? А, вот. Так. Жил-был тогда. А, ага. А Бехолдер? Ага. Не кричи, Бехолдер. Ага. Бехолдер, Бехолдер. Ну, короче, про мальчика, который кричал волки. Ага. Так, так, так. Ага. Только немножко по-другому сказка сделана. Там парнишку разыграли, и он понял, как он был неправ. Мне такой вариант больше нравится, чем просто «Пришли волки, но никто тебе не поверил». Выживание? Ладно. Шот. Так. Ай, Мари. Шидоу Хард, Уилл. Давайте дуйте к нам. Давайте дуйте к нам. Дневник. Ну, ясно. У них тут была школа, в школе пропадали дети. У меня есть сейчас возможности время этим заниматься. Ставление на себя. Ух. Ай! 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 Пойдем. Так, Уилл, Шидоу Хард, Благословение Прикстера. Наверное, все-таки на карлак. У нее, как ни странно, довольно отличная ловкость. Микки Мисуэль. Ах, иди кайфрик от Мил. Так, вот так. Ты не можешь видеть меня. Плюшевый медведь, фляга, гелиотроп. Я думал, здесь будет какая-то информация. Да-да-да. Да-да-да. Ладно. Мы ничего не узнали. Мы ничего не узнали. Минуточку. А здесь у нас что? Так. Еще какая-то нычка. От нычки к нычке просто. Надо двигаться уже, как бы, по сюжету. Нет-нет, надо нычки все осмотреть. Итбанк. Надо будет еще... Да хватит уже орать. Так. Карта Балдера, путеводитель. Ну, просто какая-то книга. Ага. Угу. Ладно. Тогда идем просто по дороге. Вот если верить карте, то вот тут вот. Ага. Тут две дороги. Отлично. Отлично. На тутифлингшу, может, можно допросить? Ага. Вот тут вот примерно ясно. Что, постой, с короней там нельзя пролезть? Ага, тут есть мостик какой-то. А мостик этот идет. А как к этому мостику добраться с другой стороны? Здесь нет никаких проходов. Можно, наверное, вот здесь вот спрыгнуть. Ааа. Не, попробуем. Может, надо эту убитую тюфлингшу допросить? Ну, в смысле, которую там мокрые окружили. Так. Зелечные мемыстры. Хорошо. Хочется уже немножко подраться. Ага. Так, птица. Давай, дуй к нам, птица. Надо там разведать окрестности. Насколько же полезная штука-фамильяр? Так, что у нас здесь? Деревянное бревно. Мостик. Хм. И болото. Живописное такое болото. Совершенно безобидное. Ничего плохого в таких болотах же никогда не происходит. Снова полынь. Полынь растет повсюду. Так, нет, возвращаемся. Возвращаемся к мосту. Птица. Осмотрим давай, что тут у нас на мосту. Лагерь гоблинов. Так в наглую и написано, да? Ага, они помечены желтым. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А тут у нас что? Паутина. Яма какая-то. Снова паутина. Здесь можно обойти, наверное. Так, а сюда влететь вниз нельзя. Можно просто обойти это место. Ага, так. Ага, ясно. А на эти платформы почему-то нельзя забраться. Я просто ворона, я просто ворона. Не обращайте на меня внимания. Так, ага. А обойти тут можно? О, тут лесенка есть. Ну, лети давай. Ага, и тут вот еще один гоблин. И один еще вот здесь. Ясно, ясно, понятно. Ну, еще, продолжаем движение. Надеюсь, моей дровской внешности хватит, чтобы их у... Это самое, чтобы они на меня сразу не накинулись. 15 очков опыта. Кстати, об опыте. А известно, сколько нам... А, вот, да. Осталось опыта 200 единиц. Блин, всего 200 единиц. Это ж вообще ни о чем. Так, сохранение. Ну, это всегда добрый знак. Барабан. А, вот подсветили барабан. Спасибо. Ясно. Ясно. Нет времени, чтобы отдохнуть. Дроу идет. Угу. И вы так просто... 140 опыта. 140 опыта. 61 опыта остался всего. И вот, собственно, то место, куда нам надо, да? Живописно, однако. Очень живописно. Вот, вот как-то так вот. Сейчас так. Так и вот так, да. Ну что ж, идем тогда дальше. А птицу не забыть. Не забыть птицу. Так, ну, ловушек я не вижу. А охрану мы, наверное, прошли. Я же не вижу ловушек, да? Так, а тут что? Да, и азюка. Только более могущественный. Против тебя. Ну, я ожидал чего-то подобного. Азюка. 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 Так. Так. Сейчас за расплатой еще одна обиженка ну хорошо что эта штука такое умеет очень хорошо объяснишься так что это было так оно происходит с теми против кого что это за штука если да как-нибудь как ты его нашла тогда встречный вопрос где она его нашла так раскрыть секреты артефакта это кстати да я же еще не экономика на этот спасти малину мы развеяли иллюзию и мы открыли кошмарное место а двое братьев отправились за ней я надеюсь это квест не не на таймер потому что иначе будет обидно но у нас есть как бы более срочные дела чем одна единственная девушка печально но что поделать вот а личное задание уже дух от по себе странный артефакт он защищает от голоса абсолют она ничего не объясняет хорошо замечательно отлично так ну я думаю на этом месте стоит закончить потому что да драма 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 никакого экшона не было но в бою с пауком мне хватило экшона надолго на этом мы сейчас закончим и потом уже отправимся в гости к гоблинам если верить карте да то это лагерь гоблинов и нас там ждет что там а что здесь еще за ответвление еще здесь надо посмотри да вообще я когда-нибудь дойду до основного сюжета или нет а впрочем да я жду по сюжету да значит убийство головой гоблинов пока не приоритет приоритет найти хальсина найдем хальсина может быть с друидами удастся как-то палать не найдем хальсина или найдем но не удастся поводить будем расследовать этот самый будем расследовать компромат на кагу искать а если это не сработает тогда будем охотиться на коблинских главарей что же нам еще остается ну что ж на этом я заканчиваю благодарю за внимание до следующего эпизода